Еще одна атомная бомба полетела в ад, по слову Николая Сербского, святителя. Мы были на литургии, и всегда это выходит за рамки всех земных событий, потому что мы на литургии преодолеваем свою самость, то разделение, которое пришло после грехопадения, и внутри человека, и вокруг человека. Потому что человек стал самостоятельным, самодостаточным. Страшно можно было бы представить мир, сытый, довольный, каждый занимающийся собой, каждый, живущий для себя, где уже не нашлось бы места Богу. Я скажу вам слово, которое мне очень понравилось, оно жесткое, но мне один священник сказал, я вам передам. В 19-е годы, когда, можно считать, не было уже и ничего не было уже, все было продано и куплено. Говорят, вот уже мир наступил, красота, уже все, а старец один говорит, война будет. Батюшки говорит, вы что, какая война, все уже, никаких вообще войн уже больше не будет, вообще. И он сказал слово очень, если войны не будет, то ваши дети будут порождение исчадия ада. Смотрите, какое слово. Вот как сейчас человек может проснуться? Я вижу, что сейчас происходит. Человеку сейчас невозможно избавиться от тех пут, которые он добровольно на себя наложил. Он полностью завязан. И мы пытаемся пробиться. Вот в нашей школе мы пытаемся пробиться к этим сердцам. Вы знаете, это по-человечески невыполнимая задача. По-человечески невыполнимая. Потому что мир уже все. Все то, что строил этот мир, в нем нет одного, нету Бога. Остальное все есть. Все очень вежливые, все благородные, все культурные, все, понимаете, но Бога там не надо. Потому что Бог, кровь, крест, смерть, это не надо. Такой же культ даже на западе был, что если человек умирает, его как-то так быстрее стараются, где-то там в комнатке постоят, и быстрее его, чтобы они не смотрели. Ну как мы? Зачем о смерти думать, да? Мы живем. Знаете, какой ужас, в каком мире мы с вами живем. И вот сегодня я для себя стал, открыл, понимаете, что оказывается, что мы жили вообще почти на грани Содома и Гаморы, и мы к этому привыкли, понимаете. Вот есть прекрасная книга святителя Николая Сербского, «Война и Библия». Сейчас есть передача по Спасу Коржевникову. Посмотрите, если хотите, там просто прекрасно. Он после Первой мировой войны, он все пишет. Что все вот это вот, там была вот ООН, Лига Наций, да, говорит, это какой ООН, о чем они говорят? Они о покаянии, о Боге говорят, о каком-то мире, какой это мир, на чем мир должен быть построен? На любви. Какая это жизнь у нас, понимаете? И поэтому, конечно же, когда ты слышишь, что есть люди, которые, два летчика, повторили подвиг Гастелла, не о чем больше говорить. Конечно, есть дезертиры, есть те, кто вообще ничего не хочет, кто хочет спрятаться куда-то и балдеть там в каких-то барах, дискотеках, и ему это не надо ничего, понимаете? Но как может быть мир, когда в святой городе Киеве уже было совершено семь гей-парадов? Какой может быть мир? И никто об этом не думает. Потому что вы понимаете, что сейчас говорить о Боге, скажут, с ума сошел. Но когда начнется, вот почему, я не знаю, я не был, но я смотрел там это все, эти солдатики, которые, понимаете, хулиганили там, невозможно, неизвестно, чем занимались, понимаете, все крестятся, все с иконками, все молятся. Потому что не знают, будут живы завтра или не будут. А у нас все живы, все хорошо, понимаете? Все обеспечено. Денежки есть. Голодный никто не будет. Поэтому очень спорный момент, что такое хорошо и что такое плохо для нашей бессмертной души. Для тела мы знаем. Чтобы не было температуры, давление было хорошее. Чтобы все работало и все. А святые говорят, о, Господь посетил, заболел. И когда ты отболеешь, тогда немножко ты ближе к Богу, в общем-то, потому что ты уже ничего не можешь. Я вот, у меня голос пропал, я думаю, Господи, ну ты дай мне голос, чтобы услышать. Я самый грешный, я самый больной, я самый недостойный. Ну дай. Тогда ты просишь, понимаете? А когда у тебя ухнем, это уже другое дело. Поэтому, поэтому сейчас надо доверять Богу. Есть люди, которые боятся. Ой, будет война, что тут будет? Что же тут будет? Слушайте. Доверяйте Богу. Доверяйте Богу. Все, что нужно, то будет. А что не нужно, того и не будет. Если вы живете и ищете в своей жизни Христа, то Бог будет вас защищать, оберегать и не даст никому в обиду. А если у вас в своих это личные интересы, ну давайте живите. Но это уже не этот вопрос, не вопрос Божий. Сегодня, конечно же, эти прокаженные, которых Господь исцелил, и один из них только вернулся, это мы с вами. Мы с вами после грехопадения находимся в греховной проказе. И люди приходят, приползают в храм. Да. Господь помогает. И дела идут лучше, здоровье поправляется, все нормально становится. Ну и все. И до свидания. Больше мне уже ничего не надо. Спасибо Богу. Видишь, малое число людей понимает, что все эти скорби, которые были попущены, они нужны были для того, чтобы прийти в храм, и не только получить от Бога исцеление, но остаться в храме и служить Богу до конца своей жизни. Поэтому, дорогие мои, у нас уже немного осталось времени в этом году. А какой конец, такой и венец. Постараемся чтобы эти несколько недель этого последнего нашего года, уходящего, чтобы он был в мире нашего, в мире нашего сердца, в трезвости ума, в добрых делах. Ну и по возможности, у кого сколько есть возможностей, молитесь. Это не надо часами стоять. Просто придите в себя и минутку скажите Господу несколько слов, понимаете, о себе, о своих близких. Бог все слышит. Поверьте. Мы говорим, ой, у меня нет времени молиться, я устал, я так наработался, я... Это все ерунда, понимаете. В течение дня молитесь, понимаете. Молитесь. Иго мое благо, и время мое легко есть. Бог не хочет, чтобы мы изнуренные, валились от голода, понимаете, от недосыпания. Нет, это не нужно никому. И вам тоже. Нам нужно быть в здравом уме, в силах, и трудиться в каждой в свою меру. Поэтому война идет в каждой душе за то, как мы будем жить вечно. А то, что в мире происходит, Господь же говорит, не бойтесь, не ужасайтесь. Все будет, и войны, и потрясения, и все. Это естественно для мира, который уходит от Бога. Поэтому помоги, Господи, нам остаться и молиться не только за себя, но за тех людей, которые совершенно не понимают, что происходит, к чему происходит, и им не объяснишь, потому что их уже обработал этот мир, понимаете. Я настолько, что человек не хочет. Да нет, нет, это все ерунда, это все ерунда. Я тоже думал, ерунда, ерунда, понимаете, какой апокалипсис, какой конец света, понимаете. А сейчас я смотрю, избавляется, все избавляется, все происходит. Мне вот священник, мой друг, говорит, поехали не на Афон, понимаете. Давно. А там монах говорит, что с Грузией война будет. Вы что, вы что, сумасшедшие? Какая война с Грузией может быть вообще? Российск. Проходит время, война происходит. Потом они, они каждый год ездят. Еще поехали, там, там есть такое, там у них, там такое есть, да, пророчество. С Украиной будет война. Какая война? вы что, кто будет воевать? Россия? Все есть. А дальше сказано, что будет война еще с Европой. И дальше будет еще сказано. Он мне сказал, что он мне вышел где-то одного монаха пророчества. Что там будет вообще? Много чего будет? Но нам это бояться не надо. Мы же под покровом. Нам не надо бояться ничего. Мы под покровом. А про Америку, то, что я читал, говорит, что она там исчезнет. Ну, потому что не может такое государство существовать просто. Понимаете? Оно не может быть физически существовать. Оно должно исчезнуть. Так что, поэтому это же, это же просто естественно вытекает. Ведь что центр, что центр вообще этого мира? Кто центр? Христос. Если нету Христа, если нету Бога, зачем этот мир нужен вообще? Он вообще теряет всякий смысл. Чтоб человек и наслаждался. Так что это за наслаждение? Человек создан для бессмертия, его душа создана, для любви. А он живет, понимаете, для греха. А смысл такой жизни есть? Я думаю, никакого смысла в этой жизни нет. Так что, поэтому мы учимся жить с Богом и благодарим Бога за то, что сегодня мы в святом храме, а кто-то и принял святые эти тайны. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе! Благодарю тебя, Боже!